Сахалинские танцоры получили просторный зал. Теперь репетиции они будут проводить в здании бывшего спортивного клуба. Меньше чем за месяц косметический ремонт провели на площади в 500 квадратных метров. Рабочие уложили в специальный паркет. Некоторые хореографические коллективы уже успели оценить новый зал на практике. Вместе с ними посетила его и наша съемочная группа. Танцоры студии «Аритмия» в ожидании скорого концерта. На новом паркете коллектив готовится в усеченном составе. Всего в нем 16 человек, однако зал сможет принять в несколько раз больше. В прежнее время об этом приходилось только мечтать. Артисты вынуждены были делить площадку с другими творческими объединениями. Мы занимались раньше в актовом зале, обычном школьном. Естественно, масштабы были не такие крутые. Было меньше места, но мы как-то умудрялись нашим небольшим составом на нем ютиться. Сейчас у нас есть возможность работать со звуком погромче, на площадке побольше. Естественно, это масштабнее будут номера. Это 16 человек, которые могут разместиться на всей сцене. Это прекрасно. К этому танцоры пришли после поручения губернатора Валерия Алимаренко. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки найти и подготовить помещение. В итоге в старое здание вдохнули новую жизнь. На это ушло всего три недели. За это время тут обновили внешний облик, а также уложили специальный паркет. Есть освещение и аудиосистема. Со временем в зале планируют провести капитальный ремонт. Его подключат к городскому отоплению, заменят окна и фасад. Кроме того, на стенах появятся зеркала и балетные станки. В этом зале еще есть один план. Это не единое помещение. Мы разработали систему перемещающих стен и хотели бы его разбивать до четырех помещений. То есть, когда не требуется 500 квадратных метров, мы можем делить его пополам на четыре части. Здесь же будут заниматься постановкой хореографических номеров для Академии эстрады. В рамках проекта летом в Южно-Сахалинске откроют еще одну репетиционную точку для музыкантов. Ее оснастят студии звукозаписи. Это просто удачно все совпало. И у нас такие сильные, мощные кураторы начали с вокальных направлений. Потом поняли, что артист без подтанцовки, без вообще сценографии – это не артист. Это будет очень неинтересно. И тогда было принято решение, что нужно делать единый комплекс. То есть, артист должен быть готовый. На текущий момент заявки на репетиции оставили уже восемь коллективов. Заниматься здесь могут все желающие на безвозмездной основе. Аделина Леонова, Руслан Ширяев, Илья Назаров. Солнце ТВ.